МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень популярный в Америке и в Японии сегмент автомобильного рынка – минивены. Этих машин в России у нас не производится. То жалкое подобие газелей, рапов и уазиков в ханах – это то, что было в таких продвинутых странах, как Америка и Соединенные Штаты, ну, наверное, 60 лет назад. Сейчас минивены. Для чего они предназначены? Например, вот этот минивен Тойота Эстима Эмина. Это маленький домик на колесах, который сочетает в себе экономичность, небольшие габариты снаружи, но очень большие внутри, полный привод и, разумеется, дизель. Почему мы сегодня говорим о дизельных машинах? Ну, потому что дизельное топливо сейчас наиболее дешевое. И еще маленькое отступление. Мне уже очень кажется, что слово «россий» произошло, ну, наверное, слово «Россия». Потому что то, что творится в нашей стране – это автогражданка, подъем цен, растаможка. Если добавить туда еще и пи, и еще кое-что, вот как раз-то будет охарактеризовывать отношения правительства и власть поддержающих народов. Так вот, эта машина, Тойота, помогает вам бороться с этим злым явлением. Каким образом? Ну, про дизель я вам уже говорил. Кроме всего прочего, расскажу про аппетиты 10 китров. Кроме всего прочего, рассказываем еще о цене. Это 7 тысяч долларов для машины 93-го года выпуска. С пробегом в 131 тысяч. С кондиционером, чтобы здесь было два люка. Две печки, 5 кубометров свободного пространства. Ну, такой бассейн. Чем этот бассейн еще и нам понравился? Да тем, что он очень красивый. Это биодизайн made in Japan. Мыльница в лучшем смысле этого слова. Мыльница как снаружи, так и внутри. Внутри эту мыльницу характеризует серьезная торпеда. Особенности которой оценят любители активного отдыха или пассивного. В общем, и того, и другого. Для себя мы скажем, что приобретать такую машину, дело выгодное. В качестве надежного вложения денежных средств. Почему? Потому что японцы не ломаются. А, да еще. Потому что эту машину обслуживать не надо. Все заправочные емкости находятся под капотом. То есть, если вы что-то прозевали, во-первых, вам подскажет портовой компьютер. А, во-вторых, не надо далеко лезть. Все очень удобно. Дизельный минивэн. По объему мечта оккупанта. По ходовым характеристикам. Просто изумительная машина. С коробкой автомат. Причем переключение. Которое очень нравится моему коллеге Алексею. То есть, переключение здесь кочергой на руле. Вроде бы дизелек. Да, не сказать, что это там спортивный автомобиль. Да, для минивэна это и не нужно. Но разгоняется он уверенно. И если раскочегарить, можно по трассе идти и 150, и 160 км в час. Конечно, тогда аппетит у этой машины будет несколько другой. Но, при всем при том, она это может делать. То, что здесь руль справа, абсолютно никому не мешает. Потому что... Эта машина высокая. То есть, вы видите все прекрасно. Обзорность просто обалденная. Если открыть все два люка, светло будет, по-моему, даже ночью. В городе, по крайней мере. Это, что называется, мультипапас. То есть, мультифункциональный. Это может быть автомобиль для бизнесмена. Салон купе позволяет вести на ходу любые переговоры. Это может быть машиной для грузоперевозок. Вполне. Потому что, если убрать все сидения, они вполне быстро и спокойно убираются, без всяких проблем. Вы можете здесь увезти достаточное количество грузов. Объемных грузов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова